Наступает весна, это значит самое время выбирать кондиционер. Узнаем, как правильно это сделать и можно ли сэкономить на его установке. Моего гостя Александра Прокудина, руководителя климатической компании «Невоклимат». Здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый вечер. Но прежде чем выбрать кондиционер, нужно знать, что его установка на фасаде любого здания должна согласовываться. Давайте послушаем. Разместить внешний блок системы кондиционирования на фасаде многоквартирного дома можно с согласия собственников помещений в многоквартирном доме. Для этого необходимо провести общее собрание собственников. И на общем собрании собственники, обладающие не менее чем двумя третьими от общего числа голосов в доме, должны согласиться на то, чтобы третье лицо, либо один из собственников помещения в этом доме использовал общее имущество, в данном случае фасад. Если в многоквартирном доме есть такой документ, как паспорт фасада многоквартирного дома, и этим документом регламентировано размещение подобных конструкций, в частности внешних блоков системы кондиционирования, то такое размещение даже при наличии согласия общего собрания должно быть в соответствии с требованием паспорта фасада. Ну вот это было мнение Романа Казакова. Собственно, он пояснил, что не так-то просто установить кондиционер, надо это все дело согласовать. Мы вас пригласили, чтобы выяснить, что сейчас с рынком кондиционеров, как это все делается, но не могу не спросить, как часто красноярцы согласовывают именно вот эту установку? Если речь идет о новых ЖК, то, как правило, согласование всегда необходимо, красноярцы всегда согласовывают это. Мы сами, как специализированная компания, в этом вопросе обращаемся в управляющую компанию ЖК, узнаем, какие требования есть к установке. В разных ЖК они разные. Ну, в целом, общая тенденция такая, что все придерживается того, что требуется максимально сделать эстетично, не нарушив при этом фасад здания. То есть, либо блоки там закрываются декоративными коробами, либо же они там ставятся на балконе. Ну, то есть, это уже требования индивидуальные для каждого ЖК, для каждого многоквартирного дома. То есть, у вас здесь полная коммуникация, вы житель, управляющая компания, да? И, соответственно, если житель обратился, разрешения нет, то вы отказываете? Или как это происходит? Должно быть разрешение, потому что в противном случае, если собственник поставит кондиционер без согласования, ему потом могут дать предписание о том, что требуется кондиционер этот демонтировать, убрать. Ну что ж, в связи с нынешней ситуацией на рынке, где все пока не очень стабильно, что с кондиционерами, откуда они сейчас у нас продаются, и что в наличии сейчас есть, если сравнить, например, с ситуацией два года назад? Ну, на самом деле, на рынке много оборудования, много кондиционеров, проблем никаких нет с покупкой. Да, есть там часть брендов, которые у нас покинула наш рынок, но достаточно много аналогов, и поэтому человек может себе поставить кондиционер, в принципе, сейчас любой, ну, со всеми функциями и так далее. То есть, проблем мы тут не видим никаких. А из каких стран были эти бренды? Я, как человек, не очень разбирающийся в кондиционерах, чтобы понимать, да? Ну, если про автомобили, понятно, у нас там были японцы и европейцы, пришли китайцы на замену. Здесь как дела? Здесь также была у нас Япония, Япония ушла. То есть, европейские некоторые производители тоже ушли. Вот поэтому, ну, что-то китайское осталось, какие-то заводы также, производители японские работают до сих пор на рынке. Тут политика, скажем так, мы в нее не лезем, но тем не менее оборудования хватает, и проблем в этом никакого. Ну, и слава богу. А цены какие конкретно на кондиционеры? Я пока не про установку. Цены, ну, где-то от 15 тысяч до 200 может стоить кондиционер в квартиру, грубо говоря. Вот такой бюджет. Если мы сейчас говорим, естественно, про бытовые кондиционеры. Да, про бытовые. А в чем разница, например, за 15 возьмем и за 200? Какие функции есть у тех, что подороже, чего нет у тех, что подороже? Более качественная техника, она будет отличаться маркой компрессора. Это, как правило, идет, ну, шумовые характеристики, это надежность у нас, это тот комфорт, который обеспечивает этот кондиционер, это его функциональность и так далее, и так далее. То есть более дешевая техника, она, скажем так, имеет более некачественные комплектующие, там, простой пластик, имеет какие-то, ну, минимальный набор характеристик, скажем так, функций. Вот, собственно, разница в этом. Что касается, ну, купили кондиционер, все, вот выбрали какой-то, цена за установку, какая здесь может быть, и можно ли как-то на этом сэкономить? Цена за установку, она очень сильно разная, это в зависимости от того, где мы будем монтировать, да, в каком доме человек живет. Для этого обычно приезжает специалист-инженер, он смотрит, он консультирует и, соответственно, уже согласовывает с человеком, где и как это будет установлено, и какая будет стоимость. Также в зависимости от того, есть в квартире ремонт сейчас, или у нас уже чистовая отделка, и нам требуется поставить. Собственно, если средние цены брать сейчас, да, по Красноярску, сколько стоит монтаж кондиционера, то это где-то от 12 до 25 тысяч рублей стоит монтаж кондиционера в квартиру. Это работа плюс материалы. На фасаде установить подороже будет? Чем на балконе, имеете в виду? Ну, как правило, это влечет за собой, да, определенное там увеличение коммуникаций, дополнительных материалов. Если мы имеем с вами какой-то вентилируемый фасад, керамогранит, то есть там, конечно, дополнительная работа, чтобы это все разобрать, закрепить к несущей стене, это будет стоить дороже, да. Это сложный процесс? Это сложный процесс. Я потому что сразу себе представляю высотников каких-нибудь, но это все из квартиры делается. По-разному, как правило, да, стараемся это все, ну, специалисты делают из квартиры, чтобы минимально задействовать какие-то там автовышки, альпинистов и так далее. Даже так? Да. Как ухаживать за кондиционером? Ну, сам пользователь должен чистить фильтра. Это предусмотрено, то есть закрывается крышка внутреннего блока, достается фильтра, моются там в зависимости от, ну, загрязненности раз в месяц, раз в два. А уже специализированная компания должна комплексно его продувать, прочищать от грязи, от пыли, соответственно, проверять давление, проверять затяжку болтов. То есть это уже делает компания раз в год, ну, то есть по рекламе. Мы как-то с вами сразу завели тему про кондиционеры, которые на фасаде домов, именно многоквартирных. Я бы про частные еще хотел бы поговорить. В чем здесь разница, да, какие кондиционеры лучше для квартиры, какие для частного дома? Или здесь принципиальной разницы в принципе нет? Как правило, нету принципиальной разницы. Здесь многоквартирные дома и в частные дома ставятся в большинстве случаев своем. Это инверторные кондиционеры настенного исполнения. Вот. То есть они самые популярные, они не требуют каких-то сложных дизайнерских решений, сложных там решений там по планировке. Вот. Соответственно, они и ставятся. Да, эти кондиционеры, как правило, дороже идут инверторные, чем неинверторные. Вот. Ну, люди могут планировать там бюджет от 30 тысяч рублей. Это можно будет уже взять кондиционер как раз вот такого уровня. Обсудили цены кондиционеров, цены за установку, а электроэнергии много кушает? Нет. Оборудование это очень энергоэффективное. То есть оно, как правило, потребляет в 3-4 раза меньше электроэнергии, чем, ну, выдает холодопроизводительности. Поэтому, если мы берем с вами обычную комнату, там 15-20 квадратных метров потребления у этого кондиционера, будет примерно там 800 ватт в час. Что, ну, меньше, чем там чайник в 2 раза, грубо говоря. Даже так? В 1,5-2 раза, да. Ну, здесь мы, конечно, экономим. Спасибо большое. Александр Прокудин, руководитель климатической компании «Неоклимат» был у нас. Спасибо, благодарю вас.